Господин Юнус, я попросил бы вас в целом прокомментировать прежде всего с вашей точки зрения последствия этого события, потому что беспрецедентно, на самом деле очень давно так с таким разгромом, так триумфально не выигрывали выборы республиканцы. Республиканцы давно не было, очень давно, говорят, порядка 130 лет не было такого, чтобы кто-то из бывших президентов возвращался второй раз, побеждал на выборах. Ну и в целом, в общем, взять одновременно президентский пост плюс обе палаты парламента плюс Верховный суд, то есть на самом деле Трамп получил, видимо, в значительной степени полный контроль над страной, над Соединенными Штатами Америки, ну и в известной степени полную свободу действий, как он говорил сам, что он получил могучий вердикт, или как это, могучие полномочия. То есть, как вы считаете, что теперь, получив столько возможностей, что он будет делать с Америкой, с Украиной, с миром, с Европой и с Россией? Ну, как обычно, когда следует такой полномасштабный вопрос, его надо разделить на несколько частей, поэтому, если мне позволится, я пройдусь в тезис, как я вижу, как я это понимаю. Вот. В первую очередь, да, вы правы, это второй раз в истории Америки, когда президент, который не выиграл второй срок, он переизбрался через каденцию, и он пришел к власти. Да, это второй случай в истории Америки. Это первое то, что надо исторический момент здесь отметить. То, что вы говорите о том, что это полный получил карт-бланш, это над страной, это внешне вроде бы выглядит так. Но если начать ковыряться здесь внутри, вот этого карт-бланша, это не совсем так. Но есть несколько моментов, которые очень важно здесь отметить. Во-первых, понять, почему это так произошло, да, именно так. И почему вот, когда мы слушали средства массовой информации Соединенных Штатов Америки, и в основном западные, если в целом брать, и они давлели в русскоязычном информационном пространстве, в том числе, я подчеркиваю, в русскоязычном пространстве, потому что мы говорим сейчас с вами на русском языке, и в массе своей наши зрители, я так понимаю, русскоязычная аудитория. Хотя очень многие люди, так же, как мы, и вы, и я, и многие другие, конечно, спокойно могут наблюдать и западные средства, и возможности современного интернета, и знания языков и так далее. Но очень важно здесь отметить, что 87%, например, да, вот по статистике здесь в Америке, это уже за последние годы проводили огромное количество соцопросов, вы как социолог это тоже можете отметить, в плане того, что 87% этого основного они отрабатывали нарративы демократической партии. И это продолжается и сегодня. Республиканская партия и те спонсоры республиканской партии, они больше внимания уделяли большому бизнесу, деньгам, то есть совершенно по-другому они влияли на истеблишменты, на политику США, да. И поэтому здесь они всегда проигрывали. И если мы не будем уходить глубоко в историю, мы просто возьмем историю противостояния Трампа с нынешней демократической машины с 2016 года, вспомните его противостояние с Хиллари Клинтон, там точно так же было. А в результате оказалось, что Хиллари Клинтон проиграл. И здесь точно так же, слушая вот все то, что мы слушали в средствах массовой информации, и увидели совершенно противоположный результат. Исходя из этого, и я регулярно в живой среде все время говорил, не надо читать и не надо слушать. Я лично, во всяком случае, своей аналитики не слушаю ни тех и ни других, потому что я знаю, и те врут, и эти врут. Ну, мастерская группа у них по большей части, особенно такие, как «Вашингтон пост», «Голос Америки», особенно «Европорская студия», «Нью-Йорк Таймс» и многие другие, да, либеральные, так сказать, которые давлеют к ним, именно они несли порой такую ахинею, которую вот если сейчас вспомнить по пунктам пройти за последние 10 лет, они вошли до уровня желтой прессы. У них просто лейбл остался, да, вот этот авторитетный лейбл, который все говорят о «Вашингтон пост». А внутри там обычная такая же ахинея, которую мы в мастерской своей слышим совершенно и на постсоветском пространстве в огромном количестве. Но если это понятно там, у них нет вот этой системы такого, и свободы слова, и про них никогда не говорили, что они четвертая власть, вот, и там не было такого профессионального подхода, да, к противостоянию информационной войны, как две системы США и Советский Союз. То есть, ну, сегодня они на самом деле несут порой ахинею до такой степени, что, ну, к сожалению, зрители, читатели в массе своей этому верили. Но, как оказалось, не все этому верили. И плюс, если заметить, что дополнительно вот эта государственная машина, которая всячески старалась, вот это глубинное государство, вот этот государственный аппарат, который не хотел допустить его к власти, и вот эти все судебные процессы, и все то, что было против него, многие под собой имеют, может быть, основания, да, достаточно веские основания, но в любом случае они играли роль, наоборот, обратный эффект давали, да, в том плане, может быть, если не так, это было бы явно, может быть, это как-то и сработало бы. Но когда они, более того, это когда происходило на фоне стареющего Джо Байдена, который, вот, ну, понятное дело, он никак не мог вообще баллотироваться на второй срок, но к ним это понимание пришло за 3-4 месяца до этого, и там уже понятно было, что Камал Харрис не успеет. Если бы они с самого начала, это Камал Харрис, 4 года вот готовили бы, вот, например, если сейчас Дональд Трамп пришел к власти, и 4 года он будет готовить этот Джей Дживенса, Джей Дживенса, и если он успешно пройдет свою каденцию, есть вероятность, что Джей Дживенс сможет, потому что Джей Дживенса у него по авторитету ноль, у него нет никакого авторитета, это все держится на авторитете Дональда Трампа, и он его сделал сенатором, он сейчас его сделал вице-президентом, да, и будущее этого Джей Дживенса зависит от Дональда Трампа. Если он будет его готовить, свои преемники, и они пройдут удачно эту каденцию, тогда да, можно об этом говорить. Они же с Камал Харрис этого же не делали, они наоборот ее загнали в тень, и чтобы она не выпячивалась, да, своей молодостью, своими там плюсами, я имею в виду, как женщина, афроамериканка, азиатского происхождения, и все это все, то есть это если бы стало бы работать, то тогда бы он оказался бы в тени, и тогда, значит, ставку надо делать на нее. Но они же приняли другую тактику, и они стали заложником именно этой тактики. И, в первую очередь, успех Дональда Трампа лежит вот и в этой плоскости точно так же. Плюс вот все те моменты, которые политтехнологически сыграли, дали обратный эффект, и они вызвали дополнительный протест у того электората Железного, в первую очередь, который они однозначно были за него, но они добавили еще определенные другие неопределившихся, которые понимали, что здесь уже больше ловить нечего, и даже те, которые были в душе в поддержку Украины, например, они понимали, что все то, что происходит сегодня на постсоветском пространстве, касательно Грузии, касательно Украины, это в первую очередь, это перезагрузка, которую начал Обама, Байден, Хиллари Клинтон, и вся эта команда, и Камала Харрис, это креатива, креатура того же Барака Обамы. Значит, это будет продолжаться, вот эта перезагрузка, да, то есть просто когда она сработает, и тогда будут новые Минские соглашения, но она не сработала два с половиной года назад, и не сработала из-за Украины, Украину первым сроком, она не повторила ошибок в 2014 году. И в результате этого, те даже, которые поддерживают Украину, например, они понимают, что да, уже здесь ловит больше нечего, а здесь, здесь как будто бы предвыборная риторика, она антиукраинская, если так взять, да, то есть она, риторика, она ничего хорошего не сулит. Ну и с другой стороны, здесь есть обычная аналитика, да, вот теперь уже я, это я вам предысторию расскажу, чтобы понятного причины. Плюс, еще добавлю такой важный момент, что этот кризис, он идет уже 30 лет после развала Советского Союза, потому что мы уже тысячу раз с вами обсуждали эти темы, то есть вот как Первая мировая война, Версальский, так сказать, миропорядок, опять же, неидеальный, неправильный в результате этого, да, и Лига наций. В результате этого Вторая мировая война, новый миропорядок, Ялта, и Лига наций превращается в организационный объединенный снабж до 1991 года. Там был после Первой мировой войны многополярный мир, после Второй мировой войны двуполярный мир, а после развала Советского Союза миропорядок остался бесхозным, то есть вроде бы второй половины нету, получается однополярный, но однополярный он не был как-то оформлен, организация объединенных снабж осталась, и вот на этом, как сказать, лихие 90-е, как в России принято это говорит, вот на этой бесхозности спецслужба вновь через 10 лет после развала Советского Союза, я имею в виду период того же Бориса Ельцина, они пришли к власти, и уже они 25 лет держат эту власть, и после того, когда они заметили гайки внутри страны, с 2007 года они пошли в атаку, и после Мюнхена, и после Грузии, и все остальное. Мы уже это с вами обсуждали, поэтому не буду повторять. Я к тому говорю, что, и когда они окреплены, они стали требовать, нам нужна новая Ялта. Раз сказали, два сказали, на Западе не работает это, то есть там же идет перезагрузка, Россия усиливает свое наступление, Грузия пошла, это пошло, и тут они еще опять на перезагрузку идут, нововещевание, Северный поток 1, Северный поток 2, и посмотрите, какой уровень товарооборота. А это все же американцы дали умолку немцам, французам, то есть европейцам, да, то есть занимайтесь этим. И вот так они позанимались, и Америка вообще тут никак-то не присутствовала, не руководила этим, она просто сдала это, так им было это удобно. Кто страдал? Просто советская пространство страдало. Европа от этого не страдала, посмотрите, какие они барыши позаработали. Да поэтому они сегодня и хотят основу загнать этого внутрь. И вот на этом фоне это привело к тому, что сегодня лидирующая роль США, которая в доктрине национальной безопасности указана, так, Китай, Россия, Северная Корея и Иран, все эти четыре страны, именно вот за этот период, после установления в этой доктрине, они еще больше усилились. То есть получается, вы в доктрине это записали, в результате эти ваши противники, они усилились, авторитет Соединенных Штатов дошел до уровня, плинтулся, но Америка от этого не развалится, но авторитет по всему миру развалился. И именно вот на этом фоне, на этом фоне, первый раз он и пришел к власти. Потому что вот все то, что я это сейчас говорю, к Дональду Трампу в 2016 году не имел никакого отношения. Он же тогда поэтому и пришел. Потому что какое отношение он имел к Грузии и Крыму? Никакого отношения не имел. Джордж Буш начал, при Джордж Буше это Грузия началась, он же был хромой уткой, да, через 2-3 месяца пришел уже Барак Кубам, и который, мы помним, что вот это все то, что мы сегодня видим, это как раз результаты этой перезагрузки. Трамп к этому не имел никакого отношения. Ну, если он тогда говорил вот все то, что он и сегодня говорил, ну, тогда у него и не было опыта, у него не было поддержки. И тогда этот электорат, он только был популистский, вот так готов, да, к смене власти и к тому, что нужны какие-то перемены. Понимали, что идет кризис. Но за 4 года ему это не удалось. Не удалось ему от того, что он недооценил и государственный аппарат, и этот дипстейт, и вот эту сопротивляетесь вообще системы. Потому что он не системный человек, да. И до конца он не понял, что такое НАТО, что такое Евросоюз, что это нельзя, и не разрушишь, потому что вы сами же это создавали, это создавали американцы. И вот эта система не позволила тебе это сделать. Поэтому его 4 года, они оказались не такими, какими он, например, планировал, и так, как он это обещал. Это даже была сопротивляемость со стороны его собственной партии, со стороны тех кадров, которые он назначал, и кадры ключевые, то есть эти люди, которые входили в Совет национальной безопасности, его советники, его помощники, его министры. Понимаете? И поэтому вот ему, я уже не говорю о том, что сопротивляемость того же Конгресса. Ну, естественно, после этого, а он человек амбициозный, чисто любивый, харизматичный, он поставил перед собой все, он должен вернуться к власти. И он вновь стал теперь говорить все то же, что он до этого говорил, и это получило еще большую востребованность. Почему? Потому что вот именно ошибки администрации Обамы, как во внутренней политике, так и во внешней политике, и то, что Байден стал ее продолжать, в том числе, они привели к тому, что к ним примкнули огромное количество тех людей, которые и не собирались бы никогда это делать. И если бы, например, Джо Байден с первого дня Камал Харрис выдвигал бы, или кого-то другого, нового, молодого, тогда однозначно Трампа там ловить было нечего. Ну, 80-летний не победил бы. А здесь 80-летний, который имеет шоумен, Тамаска Костей, а президентский выбор, это шоу, самое настоящее шоу, который был уже президентом. И ему противопоставляют человека, который три месяца назад никто не знал, потому что он числялся вице-президент. Да, знали, что она прокурор, да, у нее тут. Но она в этом шоу, она не смогла, единственный ее успех был, вот то, что она удачно провела эти дебаты, да, удачно провела эти дебаты. Ну, вот видите, он не захотел в этих дебатах дальше принимать участие, не хотел давать ей дополнительных каких-то козырей. Он бросился кататься по всему, по всей стране, и именно посмотрите, что он и обещал. Вот все то, что он и обещал, половина того, что он и обещал, это нереальные вещи. Вот точно так же, как я войну, это остановлю за один день, за 24 часа. Уже прошло 3 дня или 4 дня. То есть никаких результатов. Я могу вам сказать, и до конца года это не определится. Потому что это скандачка так и не решишь. Это совершенно не так. И против Китая 65% его вводить не будет пока. Он с Сидзи Пинем не будет. Он должен, конечно, с Сидзи Пинем переговорить. Сделку какую-то предложить, посмотреть, как тот прореагирует. С Путиным встретиться, сделку ему предложить. Зеленский встретиться, сделку ему предложить. С Зеленским он уже виделся. С Зеленским вот они и созваниваются. У Зеленского понятна позиция Трампа, и Трампу понятна позиция Зеленского. То есть он понимает, о чем ему надо говорить с президентом России. Просто тут ставки настолько диаметральные. Каждый из них повысил эти ставки, и назад отступать никто из них не собирается. Поэтому за этим звонком это не решишь. И Украина не 2014 года, сегодняшняя. И президент Зеленский совершенно не тот президент, который был до него. Однозначно. И он пользуется сегодня поддержкой в украинском обществе. И поэтому это не проблема президента Зеленского. Это проблема, ты должен будешь иметь со всем украинским обществом. От того, что ты пойдешь договоришься, а украинское общество это примет или не примет. Если ты придешь что-то такое, Зеленский согласится, так его сметут. И придут на его место другие, которые с этим могут согласятся. А это нужно Европе в первую очередь. Может быть, американцам это легко. Но Европе это не нужно. А в конечном итоге это ударит по НАТО, это ударит по Евросоюзу. Значит, это ударит по Соединенным Штатам Америки. А это усилит антитрамповские настроения, как это было в 2016 году. Потому что, напомню, как с позором уходили с Афганистана. И решение-то принимал Трамп. Но он грамотно это подсунул, эту пилюлю, эту свинью администрации Байдена. И этот позор был связан с администрацией Байдена. Он хотел бы иметь такой позор касательно российско-украинской войны. Потому что весь мир будет видеть, что именно Украина сдает Америка. Европа с этим вынуждена будет считаться. И какой уровень антиамериканизма будет после этого по всему миру, на постсоветском пространстве. И там, где американцы в той или иной мере имеют пока еще какие-то интересы. Однозначно. А усилится позиция Китая, усилится позиция России. И всего остального, что сегодня собираются там в БРИКС и там и тут. Поэтому заявить много можно, что в предвыборной кампании. А в реалии, в реалии, когда особенно он встретится с тем же Байденом, когда Байден ему даст тот уровень секретной информации, которую еще Трамп не имеет. Как бывший президент он имеет доступ к секретной информации. Но топ уровень, да имеет только действующий президент. Но он будет плавно его вводить, потому что он должен быть... И тогда он будет видеть реальные ситуации на российско-украинском фронте, на поле боя, данные разведки, реальные ситуации на Ближнем Востоке, с Китаем, с каким-то... То есть это все. Поэтому надо будет это решать. И это не он один должен решать. Команда должна решать. А я прекрасно понимаю, какой будет сопротивляемость со стороны государственного аппарата. И вот с Госдепа однозначно уйдут не только те, которые по конституции должны выходить, руководства, руководящие. Но уйдет огромное количество работников аппаратов, которые могли бы остаться там, да. Почему они уйдут? Потому что они захотят сделать кадровый голод. Кадровый голод. Они уйдут все в хорошие места, какие-то аналитические центры, мозговые, у них зарплат там будет побольше, ну, чтобы отсидеться 4 года, да. Как очень многие из них так и делают. А потом вновь придвернутся, когда администрация поменяется. Но в результате этого это создаст кадровый голод. А точно так же этому, а если он еще Пентагон разгонит, как многие предрекают, он обещал поменять весь генералитет, все рода войск, все руководящие работников Пентагона, для того, чтобы, как сказал его бывший помощник аппарата, генерал тоже кадровый, чтобы у него были генералы, как у Гитлера. Он говорит, я этого не говорил. Теперь так это или не так, это я оставляю на совести этого генерала, да. То есть, правда или неправда. Но если Трамп поступит так, значит, генерал говорил правду. А если он так не поступит, значит, может быть какая-то сопротивляемость, однозначность. Я понимаю его желание поменять это все. И это правильное, может быть, решение, да, потому что надо сажать тех людей, которых ты доверяешь. А где такое количество людей возьмут? Это не какая-то маленькая банановая страна. Это Америка и это весь земной шар. Ты же говоришь, make America great again. Great again, это не только внутри страны, это по всему миру, если ты хочешь вернуть авторитет Америки. Значит, это должны быть и послы, это должна быть и разведка, это внутри страны должен быть FBI, это не только нынешнего директора ты выбрал. Это была система. А ты объявляешь войну этой системе, то есть или не подготовлена, так это невозможно будет. А уровень поддержки в Конгрессе, 51 на 49 или несколько голосов в Нижней Палате, это совершенно не тот уровень. Вспомните сопротивляемость 2016 года и вспомните, как полгода они бодались, вот 6 месяцев по поводу этих помощи, и Израилю, и той же Украине. А учитывая, что многие законы нужно будет принимать не простым большинством, а филибастером, то есть это в Америке такой закон, 60 голосов должно быть в Сенате, а значит 9 голосов надо будет подбирать у этих демократов, а ты договоришься или нет, тогда они будут спекулировать вопросами Нижней Палаты, вопросами внешней политики и так далее, поэтому это не такой легкий просто вопрос, который как всем так кажется. Главное, он пришел к власти, вот для него была эта главная цель. Теперь он, все остальное, теперь это уже дело времени, и это не так быстро должно произойти, поэтому мы должны посмотреть, да, могу резюмировать, что он с Путин однозначно звонок будет, звонок будет, однозначно его ближайшее окружение, Дональда Трампа, и это не скрывалось, и в книге Вудфорда об этом говорилось, да, он регулярно поддерживал этот контакт, однозначно, и это говорит о том, что наверняка их ближайшие люди, которые, я всегда говорю, есть огромное количество людей, которые не светятся, это близкие люди, которым гольф играют, чай пьют, они не дают никогда интервью, это есть у любого лидера, любого государства, для того, чтобы решить какие-то вопросы, или подготовить ту же встречу, или обсудить, насколько это возможно, и тогда после этого они делают публичный какой-то звонок для всей прессы, чтобы они видели, вот они переговорили, дипломатическая какая-то формулировка будет, а потом они будут встречаться, потому что беспредметная встреча, она никому не нужна, и однозначно, я так понимаю, что это будет после инаугурации, потому что нужно кадры назначить, нужно начать этот весь процесс, ситуация на российско-украинском фронте, это не ситуация за неделю, за месяц это решить. Да, все понимают, что эти встречи с каждым отдельно он будет проводить, а какие условия и какие возможности, я думаю, президент Зеленский четко это сказал, мы все ждем, и я тоже жду, мир через силу. Что такое понятие сила с точки зрения президента Трампа? Это, я думаю, хотели бы знать и в Кремле, это хотели бы знать и в Киеве, это хотели бы знать и мы все, я могу просто, я не хочу спекулировать, я уже говорил на эту тему с точки зрения того, как понимает президент Зеленский, потому что он дал публично этот план победы, я вижу там самый ключевой пункт в этом плане победы, это вот неядерное сдерживание, неядерное сдерживание России. Это, в моем понимании, это база Соединенных Штатов Америки на территории Украины, как типа база на Энджелик Турции, там есть 50 ядерных боеголовок, кнопка находится в Вашингтоне, но это неядерное сдерживание, так скажем, Турция не имеет к этим кнопкам никакого отношения, но это база Соединенных Штатов Америки, это база НАТО, и это со времен Советского Союза, и Советский Союз с этим считался, однозначно. Вот если что-то такое будет там, тогда можно говорить о том, что вот это и есть мир через силу, потому что Россия начала эту войну, потому что здесь не должно быть никакого статуса, ни НАТО, ни какого-то другого, а здесь НАТО и не нужно, здесь НАТО и так первая армия, НАТО это США в первую очередь, если США там присутствуют, там уже не нужна ни Франция, ни Великобритания, ни Германия, ни другие страны, у которых вообще этой армии нет. Там нужно однозначно, и этого будет достаточно, но это политическая воля, это политическое решение, потому что есть второй вариант, это через тоже НАТО, но это опять же консенсус, это бюрократия. У Израиля этого нету, и у Южной Кореи этого нету, и у Японии нету, у них есть Америка. И худо-бедные эти страны уже в 70 с лишним лет существуют, и везде там есть ядерное оружие. В Израиле есть это ядерное оружие, их собственное, в Южной Корее и в Японии это американское оружие, которое там находится, и американские солдаты. На Окинаве, американские солдаты на перешейке севера и юга Кореи, и американские эсминцы по сегодняшний день находятся вокруг Ближнего Востока, и вы видите, они оттуда никогда и не уходили, и вокруг нашпикованы американские военные базы. Вот это и есть. И вот именно это, Москва против этого будет выступать. Ну это сила, с которой вынуждена будет Москва считать. Они у Москвы разрешения спрашивать не будут. Просто если Москва на это не пойдёт, значит эту силу можно будет усиливать. Ещё больше усиливать. То есть вот именно это. Но это, я так говорю, это я так понимаю, как рассуждает президент Зеленский. Так ли рассуждает президент Трамп? Или он думает, что вот так он предложит перемирие за счёт Украины, да? И президент Зеленский на это пойдёт? Ни президент Зеленский не пойдёт на это. Ни генерал Сырский, Ни генерал-заложный, ни украинское общество на это не пойдут, и президенту Трампу с этим придется считаться. Ставим в стороне риторику, оставим в стороне бесконечное вранье Трампа. Это известно, его сторонники выдвигают это свойство Трампа как огромное достоинство. Говорят, что не надо слушать, что Трамп говорит, он говорит одно, делает другое. И это воспринимается как достоинство. В данном случае, но тем не менее, мы понимаем, что все-таки, да, безусловно, не самое главное, вот вся эта история, Украина это далеко не самое главное, то, что беспокоит американских избирателей, насколько я понимаю. Но тем не менее, что-то он должен будет с этим делать. Что он может предложить Путину? Вот ваша оценка. Потому что там, неважно, за 24 часа уже не решил вопрос, не остановил войну. Дальше он обещал, что до своей инаугурации он это решит. Понятно, что и до инаугурации он тоже не решит, но все равно он должен что-то сделать. Он должен попытаться. Ваша оценка. Что он может предложить Путину? Ну, как говорил Биспер, политика это с кусту возможного, да? Если мы будем исходить из этого принципа, а не из принципа нравственности, хорошо это или плохо, врать это плохо, понимаете, в этом плане, тогда мы будем неправильно в аналитике. Поэтому, если мы исходим из этого принципа, то есть цель оправдывать средства, если вранье дает тебе победу на президентских выборах, то не обязательно Трамп. И Камал Харрис тоже столько говорил неправду, да? Я уже не говорю и Байден, и Хилл и Кринт, и все остальные. То есть это предвыборная риторика, да? Поэтому, если это принесло данный результат, значит, это востребовано. Значит, он на самом деле, на самом деле, это его достоинство, если исходить из этого принципа, да? Вот. Он победил? Победил. Что он там говорил, это уже пускай занимаются те, которым это говорил, они поверили, а теперь он это не сделает, потом они с ним пускай разбираются. Но он победил, это первое. Теперь дальше. Что он может реально предложить, да, вот в этой ситуации? С моей точки зрения, во внутренней политике он будет заниматься, в первую очередь, на иммиграционной тематике, потому что это главная тематика, которая помогла ему здесь, внутри страны. Потому что тема абортов, она до него была слабая, и плюс он на ней уже добился того, что хотел через Верховный суд. И демократы, насколько даже там они не давили бы, у них был определенный успех в этой тематике, но они реализовать это не смогут, даже если Камал Харрис пришла бы. Потому что есть Верховный суд, который принял это решение, и там этот расклад 6 на 3. Вот, поэтому он все силы дал на иммиграционную тематику, и вот на эту риторику, и здесь тоже он победил, внутри. А на внешней арене, однозначно, он понимает, что номер один сегодня для Соединенных Штатов Америки, это и для Байдена, это и для Трампа, это для всей Америки. Это Китай. Это китайская тематика. И мы должны рассматривать вот этот треугольник. Москва, Пекин, Вашингтон. Это было и в времена противостояния Советского Союза и США. И именно во время этого треугольника, тогда Никсон с Генри Киссингером и с Дэн Сиопином сыграли на противоходе против Советского Союза. Тогда в качестве сдерживающего фактора был Китай, был Дэн Сиопин, и тогда Китай с этой культурной революцией, с миллионными жертвами, с голодом и со всеми остальными превратился в тот Китай, который мы сегодня видим. Это тогда было принято это решение. В тыку России. А если теперь мы поменяем местами Китая и Россию, и сегодня, если сегодня в качестве основного соперника США это Китай, а не Советский Союз, тогда значит надо будет использовать Россию против Китая. Ну значит делать надо какое-то предложение России, от которого Россия не сможет отказаться. И вот именно я здесь это рассматриваю. А какое предложение, это уже, знаете, здесь огромное количество вариантов, да, потому что сегодня, если давить сильно на Россию, Россия будет идти в объятия Китая, что мы и видим сегодня, да, вот в последнее время мы это видим открытым текстом. Это не устраивает Соединенные Штаты Америки, это не устраивает того же Дональда Трампа. Но сделать предложение за счет Украины, это не сработает. Вот так, если скандачка, да, вот так, таким непопулярным методом. Это не сработает ни внутри США, это не примут и в Европе, это не примут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Если он тогда 4 года назад не смог разрушить, да, и НАТО, и Евросоюз, а тут за эти 4 года вроде бы Байден худо-бедно как-то их собрал, самое большее, что он может добиться, снова их довести до того состояния, да. Так это состояние, опять же, будет выгодно той же России и тому же Китаю. Однозначно, да, значит, ты не добьешься этой цели. Потому что они только этого и предупреждены. Для них важно разрушить и НАТО, для них важно разрушить и Евросоюз. И ты таким своим этим методом, с тобой же созданная, то есть Америкой созданная НАТО, Америкой созданная Евросоюз, вот эти институты, твои точки опоры, да, на этой географии, ты также будешь разрушать. А каким образом ты потом будешь давить на них, чтобы у тебя были рычаги давления? Ты таким образом, ты создавая НАТО, создавая Евросоюз, ты же это создавал как рычаги давления на тот же Советский Союз, да. Ну, общий рынок был потом Евросоюз. А сегодня, если ты будешь их разрушать, когда антиамериканизм усилится во всем мире, на что ты будешь давить? Я даже не сомневаюсь, что это ослабит позиции Америки и на Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это усилит амбиции того же Китая. И это здесь не только тема Тайваня, которая автоматически будет решена. А это огромное количество тех стран, которые сегодня также завязаны в ближайшем окружении Китая, завязаны в Соединенных Штатах Америки. То есть мы увидим, вот это как принцип домино пойдет. Я не думаю, что Трамп этого не понимает, его окружение это не понимает, его ближайшие помощники этого не понимают. Просто ему нужно пойти к власти, он пришел. Он не понимал, как это работает, вся эта система. И поэтому 4 года вот у него так прошли. Большого успеха он не добился, он не смех отсидеться. Это обернулось 6 января. Вы видели, 6 января здесь не повторилось. Я говорил регулярно, 6 января в Америке не будет больше никогда. Америка этого не допустит. Вот эта система это не допустит. Поэтому они сегодня спокойно отдали эту власть. Отдав спокойно эту власть, это мне напоминает то, что сделали спецслужбы с Горбачевым. Они спокойно через ГКЧБ отдали эту власть. И еще привели после этого, после Горбачева, на его место того же Ельцина. И также через 10 лет они же уже поставили Ельцина перед фактом и уже сами пришли. Потому что именно на этот момент это надо сделать. Это напоминает мне эту тактику. И, например, тот же Борис Ельцин, для чего я это параллели провожу? Потому что российская аудитория, русскоязычная аудитория, намного лучше знает американская аудитория, историю современной России, после развала Советского Союза. Как пришел Борис Ельцин в классе? Вот Борис Ельцин тогда был, как Дональд Трамп в Соединенных Штатах Америки сегодня. Он был как человек, который работает против государственной машины, против коммунистического вот этого аппарата, вот этого болота в Москве. А Трамп говорит, болото в Вашингтоне. Этот улей надо разбомбить. И он этим стал заниматься. И заметьте, как это получило огромную поддержку в обществе и среди чиновников низкого звена, которые хотели дорваться до власти в том числе. И как из него сделали герои. И этот герой начал за здравие и кончился в покое. И когда уже стали вспоминать всех остальных, уже все позабыли, что он говорил 10 лет назад, когда он приходил к этой власти. То есть он приходил к демократам, реформаторам. Все забыли, что он разрушал Ипатевский дом по поручению Политбюро. И все остальное. То есть из него сделали Нельсона Манделу. И чем этот Нельсон Мандела закончил? Царем-батюшкой, вот это и Чеченская война. Это все на его... И кровь по всему периметру постсоветского пространства. Карабах на его совести. Абхазия, Схамбальский регион на его совести. Приднестровье на его совести. Это все кровь пролила своя война Бориса Ельцин. И везде он разместил свои российские войска. То есть это все... Потому что это была сделка между Клинтоном и им на тот момент. И когда мы должны эти параллели проводить... Я к чему говорю? Это можно прийти таким образом к власти. Можно перевести кого? Какого-то человека. Или сделать шаг назад. Вот здесь в Америке эта система, она сделала сейчас шаг назад. Она не пошла на конфронтацию, она спокойно уступила эту власть. Увидела, что социальный заказ такой, что они их не приемлют. Они их не приемлют. Но для того, чтобы снова вернуться к власти, надо создать такую ситуацию, как это было создано после 96-го года. Голосу или не проиграешь. Вот как в России после того. Ельцин пришел. Вот это все. То есть ошибки того же Ельцина с бомбежкой Белого дома в 93-й год. Вот это все ошибки, которые были сделаны, привели к тому, что уже социальный заказ пошел совершенно другой. Нужна сильная рука, нужен порядок. Пошло-поехало. Да и спецслужбы. Это для спецслужб такая повестка нужна была. И они пришли. Какая будет повестка здесь для тех, кто сегодня уступил эту власть, это Америка. Здесь это не Россия. Но опять же, они прекрасно понимают, как это политтехнологически можно организовать. Но он должен, если я эксперт, живущий здесь, я это понимаю, наверняка вокруг него не дураки сидят. Раз эта команда сумела организовать то, что вот они сумели даже на популизме сработать. Сегодня первое назначение он уже сделал. Руководитель аппарата. Вот эта женщина, Сюзи, которая сказал, Сюзи, иди сюда. Она проектировалась. Она не хотела, она даже не подошла, речь не сказала. А это та женщина, которая обеспечила ему в 2016 году его победу. И сегодня она самый ближайший его человек. Мы ее вообще не видели, не слышали. Но если так взять, это ближайший. Вот она руководителем аппарата назначена. Его правой рукой. Типа как Ермак у Зеленского, чтобы вам было понятно. И этот человек, видите, не светится ничего. И это говорит о многом. Это говорит о многом, что он уже не хочет повторять этих ошибок, которые были до этого. И вот то, что все говорят о том, он сейчас придет, вот этот пулей разгонит. Да, он будет это делать. Он будет стараться. Но он будет это 10 раз взвешивать. Он понимает, что эти все вопросы, вот так скандальчика, их не решить. И когда вы меня спрашиваете, что он может предложить, но однозначно какую-то сделку, которая усилит позицию России и поможет США. То есть у них должны быть общие интересы какие-то. Эти общие интересы, они могут быть против Китая, они могут быть еще где-то. Это усилит власть в Кремле. Это усилит власть в Кремле. Я имею в виду президента России, потому что ему все-таки 70 лет, рано или поздно, правоприемственность какую-то, они хотели бы это сделать. Поэтому тех башен Кремля, которые делают ставку на это, чтобы это все продолжалось бы. Не 20 лет, а еще 25 лет. Поэтому им нужен будет в первую очередь этот махан. Потому что вопрос власти – это номер один для Кремля. А вопрос власти базируется еще на экономических составляющих. Вот они 25 лет у власти. Напоминаю вам, это перезагрузка и все остальное, которое было, вспомните, цены на ней, вспомните, какие деньги полили сюда, бешеные. Это все благодаря тому же заплату. Вот это той сделке, которая была сделана. И когда это все могут предложить, тогда, может быть, Россия технику начнет играть по этим правилам. Сегодня она эти правила не будет играть. Такого простого доверия тоже не будет. И от того, что это даже Трамп с Путиным могут договориться, но это должно быть, ну мало что они договорились. Сегодня есть Трамп, а завтра его нет. И что дальше, как это будет работать. Поэтому это нужно как-то так организовать, чтобы это на самом деле, все были уверены, что это будет точно работать. Так что это не вопрос одного дня. Теперь, что касается Китая. А Китай так что спокойно будет смотреть на это, потому что мальчик для бития. Китай – это не та страна. Китай будет сопротивляться. Если Россия в этих условиях сопротивляется и держится на ногах при ее весовой категории, то у Китая весовой категории – ого-го. И Китай наверняка тоже ждет сделки какой-то. Поэтому эти все вопросы... Для чего я так это объясняю, чтобы вы понимали бы. Это не такая какая-то простая сделка, которую вот так можно прийти и сказать. И когда кто-то говорит... Почему он никогда на эту тему не говорил? Потому что он сам знает, что говорить на эту тему не надо. Наоборот, нужно тень на плетельного. И все думают, что здесь что-то секретное у него может быть. А какое секретное может быть? Вот все лежит на поверхности. Все лежит на поверхности, здесь других вариантов нет. Или идешь на сделку за счет Украины, придаешь полностью интересу Украину, но ты в результате этого потеряешь институт НАТО и Евросоюз. В Европе, где ты вложил столько денег, и где ты победил после холодной войны, это все – это разброд и шатание. Антиамериказм пошло-поехало. И так мы там видим эти тенденции. И зачем это нужно Америке? Значит, вот именно такого типа сделки, так многие сегодня говорят, ее не будет. И еще помимо этого, Украина не найдет. А как ты заставишь Украину? Ну как ты заставишь Украину? На глазах у всего мира ты должен будешь сделать так, чтобы ударить по своему авторитету. А кто позволит ему это сделать? Поэтому здесь должно быть какое-то компромиссное решение. И вот именно поэтому президент Зеленский наставит на этой фразе. Мир через силу. Ты покажи эту силу. Ты покажи эту силу мне, президенту Украины, и чтобы я пришел эту силу, показал украинскому народу. И украинское общество должно это принять. Потому что если украинское общество это не примет, не то, что президент Зеленский, а рядом с ним станет сырский, заложенный, все они скажут, да, это хорошо, украинское общество, если это не примет, потому что какие жертвы принесены. Если бы это еще два с половиной года тому назад, если бы эти разговоры были бы, то еще можно было бы говорить, а если бы пошли такие жертвы, то украинский народ на это пойдет. И я не думаю, что президент Трамп этого не понимает. Когда вы спрашиваете, что он понимает, я вот, в моем понимании, самый реальный это вариант гарантии безопасности. Потому что вопрос безопасности – это номер один. Эти гарантии безопасности он должен быть. Это может быть в рамках НАТО, это может быть в рамках союзников Соединенных Штатов Америки, вне НАТО. Израиль, Южная Корея, Япония. Вот по этому варианту. Другого варианта я просто не вижу. Потому что любой другой вариант – это в ущерб интересам Украины. А Украина на это не пойдет ни при каких вариантах. Она будет стоять до конца. Чем больше Украина будет сопротивляться, тем больше ей будет помогать Евросоюз. Посмотрите вчерашнее заседание Будапеште, выступление президента Украины. Как он жестко, как он уверенно говорил о том, что он не отстоит от своего плана победы. И посмотрите, как напряженно слушали там в зале. Половина его точно поддерживали, а половина боялись. Потому что половина понимает, что не все еще ясно. Они все думали, что вот… Им, наоборот, выгодно, что он дал слабенькую. А он открыто сказал, я на это не пойду. Его будет поддерживать в этом Брюсселе. И в первую очередь, что Урсула фон дер Лейн. Почему? Потому что сегодня та же Европа, отдельно взятая, там не только один Орбан и Фитсу. Там огромное количество других, которые готовы пойти на эту сделку отдельно-отдельно. Но через Брюссель они не могут это сделать. А Брюссель понимает, что если будет такая сделка, значит Брюссель потеряется. Брюссель будет уничтожен. А зачем это им? Потому что если вы создавали это, а там это же должность, это чиновник. Обычно всегда люди защищают свое кресло. Урсула фон дер Лейн защищает свое кресло. Кстати, она защитила. И она усилила свои позиции. Она вернулась еще, собирает сейчас свою команду. Значит, она будет сопротивляться. Что такое сопротивляться? Значит, она будет поддерживать Киев. Однозначно. Брюссель будет поддерживать Киев. А отдельно взятые страны, каждая по-разному, они будут по-разному вести. Зависит от того, кто придет к власти. Вот Шольц через несколько месяцев слетит со своего кресла. Вы видите, у них пошел политический кризис. Говорят, в январе будут выборы, говорят, в марте будут. Ну, и однозначно, говорят, там Шольц как будто ловить нечего. Есть лидеры оппозиции, которые наоборот за Украину, а есть те, которые на всех парах идут против. Как это? А это Германия. Это вторая после США страна, которая финансово это поддерживала. Тут приходит Трамп. Неизвестно, как будет. В Европе какие-то тенденции, вы это видите. Поэтому мы должны понимать, как Европа будет на это реагировать. Я так понимаю, что то, что они начали полтора года назад из чувства самосохранения, группироваться, создавать военно-промышленный комплекс, вкладывать деньги в это же НАТО и так далее, это говорит о том, что они вот все то, что я говорю, уже тогда начали готовиться. Конечно, они должны были готовиться давным-давно. И до этой войны. И до 2014 года. Когда в 2007 году пюхенская речь к Путину произошла. Вот тогда НАТО было готовиться. Они этого не делали. Они все делают сейчас пожарным методом. И поэтому они не успевают. И именно исходя из этого ситуации, все те, которые это видят, они хотят все по максимуму взять и поставить их. А вот здесь давайте остановимся и будем вести переговоры. Ну, я думаю, это все будет гораздо сложнее. Главное, чтобы не было у украинцев вот этих панических настроений. Главное, чтобы украинцы поменьше слушали западные средства массовой информации. Поменьше нарративов вот такого типа, которые в их информационном поле присутствовали. То есть, если они хотят понять, как работает Америка, американская машина, ну, слушайте, столько чиновников. Уровня Деррида Петреуса, уровня генерала Ходжерса, советника Пола Гобла. То есть, именно тех людей, которые на самом деле занимают. Или бывших послов. Бывших послов, понимаете? Вот людей, которые работали там. Русскоязычных вообще не слушайте. Вот не слушайте. Потому что в первую очередь они как раз-таки эти все... Ну, заметьте, да, русскоязычные. Я не буду их называть по фамилии. Они все же выходили. Республиканцы, демократы. Ну, что, где они сейчас? Знаешь, врали и те, и другие. Особенно демократы врали. Которые черт не что преподносили. Ну, я объясняю вам. 87% средств массовой информации на их стороне. Ну, республиканцы тоже врали. Которые говорили о том, что вот придет. Ну, и что дальше? Вот давайте подождем еще несколько. И когда начнется совершенно не то, что они будут говорить? Да им до лампочки. Потому что главное было прийти к власти. Вот надо было понимать, в чем заключена эта риторика. А настоящие экспертизы на самом деле лучше... И в Европе в том числе. И в Европе в том числе. Потому что когда начинают говорить Орбан или Фицу, это пророссийские, ну зачем такие вещи говорить? Это неправда. Орбан провенгерский однозначно. И Фицу прословацкий. Просто у них идет противостояние с Брюсселем. И они видят, что есть такое противостояние. Где их география находится? И поэтому они снимают сливки с Москвы. Они снимают сливки с Брюсселя. Завтра конъюнктура как-то поменяется. Они будут по-другому вести себя. Посмотрите, Орбан поставил ставку. Правильную ставку выиграл. Посмотрите, как он теперь проходит в саммит Будапеште. А они говорили, он не представляет нас. А теперь он, видите ли, их представляет. А Натаньяху, такой же Орбан, сделал ставку. Усилил свои позиции. И теперь, до 7 октября какая была позиция? Сегодня какая у него позиция? Намного сильнее. Поэтому, когда кто... А он что, Натаньяху пророссийский, что ли? Он не пророссийский, он не проамериканский. Это просто закон этого жанра. Он, видите, искусство возможного. Отстоял свою должность. Орбан сколько раз уже сидит. Но это же Евросоюз, НАТО. Если это Россия или Китай, можете сказать, авторитарное государство. Это же не так. Значит, этот социальный заказ в юмгерском обществе есть. А вы должны исходить не из того, что нравится вам этот социальный заказ или нет. Вы должны исходить причину этого социального заказа. Вот давеча я вам рассказывал про причину этого социального заказа здесь, в США. Почему это произошло? То есть, это демократа своей бездарной вот этой политикой, в первую очередь, вот этой перезагрузкой. Если мы начинаем отчет с 2008 года. А если мы начнем с подозвала Советского Союза? 92-й год Клинтон. Это кто? Демократ. Только маленький период был, когда был Джордж Буш-младший. Тогда вот после 11 сентября 2001 года. Тогда он пошел на сделку и так далее. И Москва грамотно на этом разрулила. Грамотно на этом разрулила, потому что на тот момент нужна помощь была Москве. И Буш закрыл глаза на август 2008 года. Так что сделал Барак Обама, который критиковал его за это? Сам пошел на перезагрузку. То есть критиковать и прийти к власти. А пришел к власти, ты делаешь еще хуже, чем делали они. Понимаете, вот мы об этом. И вот именно это был социальный заказ. И вот на этом социальном заказе, Трамп сыграл, на этом социальном заказе уже который срок играет тот же Орбан. И многие сегодня в европейских столицах, они играют. И Липен играет там. А что Макрон чем-то лучше и чем-то хуже Липен для кого? Для кого? Вот вопрос ключевой. Для французов? Или для украинцев, или для азербайджанцев, или там для грузин. Вот это ключевой вопрос. Мы должны исходить, потому что для французов мы должны исходить с того, что там внутри Франции происходит. Когда мы будем понимать, тогда мы будем, а что для нас важно. Поэтому надо работать правильно. А мы не работали правильно, я имею в виду, в первую очередь Украина. Потому что она шла в фарватере до 2014 года. А после 2014 года, когда ее предали, она продолжала идти в этом же формате. То есть евроинтеграции, и не искала других союзников где-то в другом месте. Полностью там, где их предали. И вот в конечном итоге пришли к этому. А это неправильная политика. Я это по себе знаю, потому что мой родной Азербайджан такую же ошибку совершил 30 лет назад. И я один из тех, кто совершил эту ошибку, находясь в правительстве. Поэтому я пересмотрел все свои подходы к этому вопросу. Мне даром не нужен ни Евросоюз, ни НАТО для моего Азербайджана. И они по сегодняшний день не радуются нашей победе. Они все хотят делать против этого. А зато у нас сегодня прекрасные отношения с 10 странами Евросоюза, во главе с Италией, третьей экономикой Евросоюза. Но первый один экономический партнер Азербайджана – это Италия. 16 миллиардов. И с Венгрией у нас прекрасные отношения, в том числе. Это исторически у нас так будет. Мадьяры, они же не просто так в тюркском, там, в качестве наблюдателя, да, в союзе тюркских государств приходят регулярно. Вот Орбан сейчас находится в Баку, на этот саммит прилетел. То есть к чему говорю? Значит, если он прилетает на саммит, значит, у Баку с Трампом будет прекрасное отношение, чем с проармянским Байденом. Значит, в Армении паника. В Армении сегодня, видите, паника. У них трава, потому что Трамп пришел, а у Азербайджана праздник. То есть и в Израиле Натаньяху радуются, оппозиция не радуется. То есть это все нюансы, которые надо понимать, что происходит в тех странах. Почему это так происходит? Потому что если ты будешь знать пульс этой страны, тогда ты будешь правильно работать с этой страной. А когда тебе говорят с Запада, с Брюсселя, там, или с какого-то столицы, или с Вашингтона демократические там эмиссары, или с Францией какие-то французские эмиссары, и ты идешь, антикитайские заявления делаешь, антиизраильские заявления делаешь, сидят в Киеве, в рамке там какого-то министра или замминистра, или в рамке какого-то посла. Это что, поможет тебе вылезти из этого противостояния с той же Россией, когда ты знаешь, у этой страны есть возможности, и экономические, и военно-технические. Вот а что? И 30 лет назад у нас так было в Азербайджане, а зато сегодня. Вторая армия НАТО с нами. Израиль с нами, военно-технический. Вот посмотрите, все те, кто... Венгрия с нами. Пакистан ядерный с нами. Теперь, посмотрите, Трамп приходит к власти. Орбан, друг Азербайджана. Бениамин, Натаньяху, друг Азербайджана. Значит, наши позиции усилили здесь? Иран боится того же Трампа, потому что он понимает, что Бениамин, Натаньяху, Израиль может шандарахнуть по ним. Значит, со всех сторон мы выиграли на этих выборах. В Армении паника. А знаете почему? Потому что они сделали ставку только на демократическую администрацию. А этого делать нельзя. Надо работать со всей Америкой. И надо понять причины того, почему сегодня Америка так проголосовала. И если это поймут, тогда надо именно... Вот, например, сегодня. Я хотел бы верить в то, что в команде Зеленского все время, пока Трампа не было, там, где было власти, или когда все это... И были люди, которые работали, которые готовили, и которые вот сейчас, они будут принимать участие закулисно вот во всех возможных встречах и переговорах. И, может быть, в конечном итоге, нужно будет уже... Можно будет и менять посла. Более цивилизованно. То есть не так по требованию Джонсона. Власть меняется. Новый президент пришел, значит, новый посол должен работать. Потому что однозначно любой посол, который назначается в ту или иную страну, он должен получить добро принимающей стороны. А если тут новый президент, значит, новый посол должен прийти туда. И тот, кто уже работает с этой командой. Потому что четыре года должен работать с ними. И ты должен работать полностью и с Пентагоном, и с разведкой, и с бизнесом, и с финансовой структурой, по всем направлениям. Если ты хочешь добиться здесь успеха. И это не только здесь. Это везде. Это везде, откуда ты ждешь какую-то помощь. Политическую, военно-техническую, финансовую. И тогда, да, это может иметь какой-то результат. А когда вот так, как это мы иногда... Ну, это я могу понять, если это было до этого. А сейчас война началась, и они пожарным методом идут. Но я вижу, что президент Зеленский однозначно, ну, во всяком случае, стоит именно на этой линии. Просто единственное, что у него нет тех возможностей, которые, может быть, хотелось бы ему иметь. И с 2019 года не так много прошло. Если бы с 2014 года вот это все делалось бы, и делалось бы при правильном поведении того же Брюсселя, того же НАТО, тех же главных, Германии, Франции, если хотите, той же Великобритании. Вот то, что они сейчас за два с половиной года... А почему вы тогда это не делали? Значит, вы тогда были уверены, что этой войны не будет? Или вы оттягивали эту войну? А вы и сегодня ее оттягиваете, да, получается? Так, если вы... Вы должны понять однозначно. Эта война... Если вы сегодня сделаете это за счет Украины, значит, вы просто оттянете ее на короткий период. Потому что... Ну, на тот период, пока Трамп здесь находится. Потому что Трамп может сказать, пока я президент, ты не нападаешь, не идешь дальше. Как я уйду, ты можешь нападать дальше. И я могу сказать, вот когда я был президентом, Путин даже не шелохнулся ни в какую сторону. И он будет прав. И он будет прав. А Россия куда торопиться? Если в результате того, что они захватили, останется у них еще 4 года, да, например. А потом... А за эти годы они усилятся. И за эти 4 года в Евросоюзе, в НАТО будет разгротное шатание. И после этого войдут дальше. Европа не понимает это. Они должны это понимать. Потому что это удар по Европе, удар по НАТО. Поэтому они должны исходить из этой географии. И я очень надеюсь, что первую скрипку здесь должна играть Великобритания, которая не уходит в Евросоюз, которая англосаксы, и географически они там находятся ближе. Потому что если американцы за океаном, они могут вести себя как Рузвельт во Второй мировой войне, то британский истеблишмент и их руководители, оппозиция, власть, это не играет никакую роль. Они должны вести себя как Черчилль. Вся Европа пала, Черчилль не сдался, приехал в Америку, объяснил им. Через меня поддерживай. Иначе ты меня тоже потеряешь. Поэтому если Великобритания хочет, они могут этот плацдарм отстоять. Какая разница, чье там ядерное оружие будет? В Великобритании или Соединенных Штатов Америки? Ну, однозначно, стратегическое неядерное держивание, в моем понимании, это только кто-то из постоянных членов Совета Безопасности. Китай, Россия, это там, значит, здесь только США, Великобритания, Франция. Францию я сразу отметаю, потому что это то же самое, что любая страна Европы. Это и Германия, и Франция, никакой разницы нет. Великобритания, это в первую очередь не только ядерное оружие, но это англосаксы, это те же Соединенные Штаты Америки. Если что-то не удастся Великобритании, США всегда их подстрахуют в этой ситуации. Поэтому, не просто так, Борис Джонсон с первого дня это говорит. Он говорил об этом с первого дня. К сожалению, по сегодняшний день это никак не сдвинулось. Но если американцы, тот же Дональд Трамп, может это сделать, не вмешивая те же Соединенные Штаты Америки. Да, он может сказать, мы не вмешиваемся, но мы сделаем все, чтобы там была база Великобритании. И если она там будет находиться, какая разница, там американские солдаты находятся, или солдаты Великобритании, и те же F-35, и тоже ядерное оружие, и все то, что нужно будет для сдерживания той же России. Поэтому, когда вы спрашиваете, что он может предложить, если, как Зеленский сказал, мир через силу, вот это то, что я сейчас озвучил, это и есть мое понимание мира через силу. Все остальное просто работать не будет. Господин Динович, спасибо Вам большое за Вашу аналитику, и я хочу Вам предложить вот что. Понятно, что сейчас действительно ситуация неопределенности, понятно, что никаких там 24 часа войну прекратить не получится, но я думаю, все-таки до, скорее всего, ну, наиболее вероятно, все-таки до инаугурации будет какой-то звонок или какой-то разговор, а может быть и может быть и встреча. Хотя это вопрос, это как бы тоже гадание на кофейной гуще. У меня к Вам такое предложение, как только состоится какой-то разговор Трампа с Путиным, если он действительно будет носить содержательный характер, а не просто дежурный, и снимется вот эта неопределенность, которая сейчас есть, потому что мы не знаем, что же все-таки, я когда задаю этот вопрос, то я понимаю, что Ваша фамилия не Трамп, и поэтому Вы вряд ли можете исчерпывающе ответить, уверенно, что же он может предложить. Но вот если состоится эта встреча, то будут какие-то видимые предложения, и после этого я хотел бы Вас очень просить еще раз прийти к нам на канал и откомментировать уже состоявшееся вот это первое предложение, потому что это, конечно, очень-очень важно. Хорошо? Договорились. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, у нас был международник, американист, очень нами ожидаемый всегда господин Рамис Юнус. Спасибо Вам большое за Вашу аналитику, спасибо, берегите, пожалуйста, себя и до встречи. Всего Вам доброго. До свидания. Спасибо Вам за приглашение, спасибо за беседу, мне всегда приятно с Вами общаться. Вы тоже берегите себя. Надеюсь, что мы в ближайшее время встретимся еще раз. До свидания. Спасибо. Всего Вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok